Девушки отдыхают 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 вашим зилям. Но об этом говорят цифры, потому что в первые три месяца после выхода нового продукта, этого зилля антивирус бесплатный, мы его так и назвали, зилля антивирус бесплатный, чтобы сразу намекнуть 100 тысяч пользователей. А знаешь, Максим, мы на самом деле сейчас идем на улицы нашего города для того, чтобы все же узнать, поддерживают ли антивирусного нашего отечественного производителя, нашу молодежь. Давай сейчас послушаем, что нам рассказывали по этому поводу. Скажи, пожалуйста, используешь ли ты антивирусный компет? Ооо, я не знаю. Кэплу вирус не цеплять? Аваст. Это такие буквы, цифры, ну что это такое? На моем макбуке нету никакого антивируса. Касперский. Его надо менять. Ты слышал про украинский новый антивирус? Да. Да, конечно. Украинский антивирус. Посмотрю, как будет. Установил бы себе его. Отзывы какие будут о нем, если будут хорошие. Если мне советуют это мои друзья, которые в этом разбираются. Установил бы. Вот так, очень жаль, что все же не слышали про новое такое наше отечественное изобретение. Но все же скажи, каким образом популяризируете свой проект? То есть, чтобы о нем больше услышали? В первую очередь он популяризирует сам себя своей бесплатностью. На этой ставке сделан антивирус бесплатный. Второй элемент это все-таки социальные сети. Потому что в нем есть классная идея. Антивирус с одной большой зеленой кнопкой. И эта идея хорошо расходится в социальных сетях. Второй это стандартные какие-то элементы. Там контекстная реклама, в принципе, баннерная реклама, которую, к сожалению или к счастью, еще никто не исключал. Вот, собственно, это два основных метода. Социальные сети плюс контекст в различных его вариациях. А сколько же людей ежедневно загружает вашу программу? Ну, давайте посчитаем вместе. Если за три месяца в сто тысяч... Один, два, три. Один, два, три, да, уже трое есть. Если за три месяца после выпуска там зеленый антивирус бесплатный было сто тысяч установок, да, на 90 дней, ну, по сути, там, тысячу установок в день мы получаем. Мы сегодня рассказывали про пасхальные яйца. У вас подземнее вот эти программы. Какие приколы вы вставили? Ну, мы думали об этом. И, наверное, скорее всего, следующая там версия, которая выйдет, зеленый антивирус максимальный. Уже в 2015 году в нем будут такие своеобразные украинские приколы. На самом деле, очень приятно, что антивирус исключительно в украинском языке. Но планируете ли вы выходить, может быть, расширять свои возможности и делать его английской версией, например? Ну, безусловно, но единственное, необходимо понимать, что вот здесь вот зиля, название понятно для украинцев, да, это зиля, трава там, условно. И если мы скажем зиля для немцев, то это будет совершенно не зиля, а циля. Циля! Это будет циля, циля. Поэтому идея не совсем понятна. Да, мы планируем выход, но я думаю, что это будет сделано под другими брендами. Между прочим, уже это делаем, но с помощью наших бизнес-партнеров. Спасибо. А вот мы планируем уже через час с вами встречаться и показывать смешную белку-воришку, которая охотится на GoPro. Еще раз поспілкуемся щодо украинских антивирусов, ну а також лайфхаки, как защитить себя от спама и вирусов в интернете. Отже, дивитесь стартап-шоу НМ1, а просто сейчас на яскравящие клипы уже на ваших экранах. Шики-бум! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok